Красноярец обругал трехэтажным матом работницу Бургер Кинга, а потом еще и плюнул ей в лицо. Причина бешенства банальна. Мужчина заметил волос у себя на подносе. Все произошло 14 февраля в кафе на Мужество 10. Очевидцы, которые сняли видео, говорят, что недовольному посетителю заменили заказ сразу после жалобы, но он взял поднос и швырнул в работника. На место даже приехал наряд ППС, но неадекват уже покинул фудкорт. Писать заявление оскорбленные сотрудники не стали. А сейчас еще несколько коротких новостей. Пьяный красноярец попытался ограбить банкомат. Он зашел в помещение с устройствами на 60 лет октября и металлическим ключом открыл фальшпанель одного из терминалов. Затем попытался вскрыть сейф, в котором лежали около 6 миллионов рублей. Но сработала сигнализация, и пока грабитель копошился, приехали полицейские и его скрутили. Сотрудникам он объяснил, что хотел купить билет в другую страну, а денег не было. Два года ограничения свободы получил владелец дачного участка, на котором погибла маленькая девочка. Трагедия произошла в сентябре прошлого года в Селеново-Бирелюсы. Ребенок играл возле дома, а затем бесследно пропал. Тело девочки нашли в яме метровой глубины вниз головой. Выбраться самостоятельно она не смогла. Медицинская экспертиза подтвердила, что девочка задохнулась. Пять отверстий на участке были вырыты для установки нового забора. Но в нарушение строительных норм они не были закрыты. Собственник земли вину не признал. По его словам, за ребенка должны отвечать его родители. В Красноярске появится трамвай за 83 миллиона рублей. Его изготовили на вагоностроительном заводе в Челябинской области. По словам производителя, он отличается стильным современным дизайном экстерьера и интерьера, с широкими проходами в салоне, повышенной плавностью хода и пониженным уровнем шума. Есть даже USB-зарядка. Вмещает такой трамвай до 160 человек, но всего 40 из них поедут сидя. Красноярские столбы планируют обновить входную группу. Эскизы уже есть в социальных сетях. Один из вариантов опубликован в неофициальной группе столбов ВКонтакте. Однако не всем красноярцам понравился новый дизайн. В нацпарке заявили, это лишь один из вариантов, и окончательного решения пока нет. Преображение входной группы красноярских столбов приурочат к столетию нацпарка, который отметят в следующем году. Работы по обновлению также запланированы на 2025-й. На площади мира временно закроют мини-оранжерею с экзотическими растениями. В Красгорпарке пояснили, что причиной стал капитальный ремонт электрических сетей в центре города. Энергетикам приходится часто отключать электричество. Из-за этого цветы могут замерзнуть. Их решено перевести в офис организации, где за ними будут ухаживать и поливать. А когда электричество будет бесперебойным, их вернут обратно.